Продолжение следует... В Кирове программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарья Топузлиева и Анна Лапшина. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем трансляцию, в том числе в наших социальных сетях. Сейчас Дарья, наверное, выкладывает, как раз, я так думаю, ВКонтакте и на нашем сайте. Представляем гостей второго часа. Виктор Огородников, организатор концерта «Поэтессы Ах Астаховой», сегодняшнего концерта, который пройдет в Кирове, и соорганизатор фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок», о которой мы будем говорить чуть позже. И Никита Трунов, советник губернатора по молодежной политике, тоже соорганизатор фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок». Добрый день, Никита. Добрый день. Ну и героиня сегодняшнего концерта Ирины Астаховой, больше известной как Ах Астахова. Мы буквально прямо сейчас будем связываться по телефону. Ирина в наш город уже приехала. Концерт у нее сегодня в театре на Спасске. Все правильно, да, конечно. Да, во сколько концерт? Концерт в семь часов. Несмотря на все сложности, которые происходят в данный момент в нашем городе, в нашей стране, концерт состоится с соблюдением, естественно, всех правил безопасности, социальной дистанции, масок, санитайзеров, измерения температуры, проведательности помещений. В общем, все сегодня будет, надеюсь, хорошо. Уверен, хорошо. Да, Ирина как раз сейчас готовится к концерту. Мы решили, что мы не будем ее додергать, сейчас ее отвлекать, потому что люди творческие, особенно поэты, мне кажется, в некотором смысле, наверное, ранимые. Им надо как-то настрой определенный для того, чтобы хорошо выступить. Тут еще, наверное, вот какой момент. Сейчас у нее тоже достаточно был большой перерыв, потому что все мы понимаем, что вообще сейчас вот с этой сферой, развлекательно-зрелищной сферой достаточно все сложно, и многие концерты отменяются, многие переносятся, ну, в частности, вот многие мои концерты тоже переносятся уже на 2021 год. Пока на весну, я говорю пока, потому что мы не можем предполагать, что будет происходить. И у Ирины, соответственно, тоже сейчас был такой достаточно серьезный перерыв, плюс у нее там есть некие изменения в личной жизни. В общем, был перерыв. И чтобы подготовиться максимально хорошо к концерту в Кирове, а затем у нее еще концерт в Воронеже и, если не ошибаюсь, в Белгороде, вот нужно действительно, чтобы сегодня публика, которая, несмотря на все наши там моменты с рассадкой, с ограничениями социальной дистанцией, все-таки будет немало, ну, она действительно хочет хорошо подготовиться к выступлению сегодня. Поэтому Ирина сейчас как раз в гостинице, вот мы пытаемся с ней связаться по телефону, обязательно это и сделаем. Ну, на самом деле, меня вот вообще удивляет, что, учитывая всю вот эту вот шаткую там ситуацию с коронавирусом, кто-то вообще рискует что-то, да, организовывать, вообще создавать какие-то концерты, потому что тут сегодня так, завтра совсем по-другому. Я просто скажу... Мы просто очень любим шампанское пить. Это Никита. Дело в том, что, смотрите, этот концерт у нас, он перенесенный с апреля. То есть, вначале он должен был быть в апреле, в конце марта, соответственно, все дело у нас прикрыли. Концерт мы перенесли на сейчас, вот на этот месяц, на октябрь. И, конечно, у нас была полная возможность его перенести, например, на весну. Но, откровенно скажу, что, ну, не хотелось. Не хотелось, потому что и люди, и людей, вот, как говорится, вот как-то, да, вымораживать их как-то... Ну, не знаю, то есть, у них же все равно ожидания какие-то. А на этот билет, господи, на этот концерт в апреле уже продавались какие-то билеты? Я могу сказать, что в апреле было продано достаточно много мест, наверное, 30-40% зала. И, естественно, многие люди, почти, ну, хорошо, почти все, да, так скажем, сохранили билеты. Мы для них сделали сегодня специальный бонус, да, вот для тех, кто у нас билеты сохранил. Мы сегодня им дарим открытки с автографом поэтессы. Ну, прекрасно. Я просто как человек, который тоже вот уже пошел второй год, как жду своего концерта. И, возможно, он пройдет в мае. Серьезно? Ну, да, я ждала концерта практически год, и потом его перенесли, и теперь он будет только в мае 2021 года. Можно личный вопрос, если это можно в эфире, а какой концерт просто? Это канадский коллектив «Билли Таллинт». Я понял. То есть они должны были приехать в Санкт-Петербург, и вот я планировала быть там. Но два года это мощно, конечно. К сожалению, не вышло, да? Вот это я к тому, что я прекрасно понимаю людей, кто ждал вот с апреля этого концерта и не хочет упускать эту возможность сейчас, наплевав на всякие коронавирусы. Да, я должна вам сказать, что нам тоже связи с Ириной придется немножко подождать. Мы сейчас связались как раз с ее директором. Ирина сможет поговорить с нами после 12.20, насколько я понимаю. Поэтому давайте мы тогда эту тему немножечко отложим и про фестиваль «Золотой теленок» поговорим. Давайте. Фестиваль «Золотой теленок» у нас будет во второй раз проводиться. Да, второй раз будет проводиться в городе Киров. Международный кинофестиваль короткометражного кино. Будет он проводиться 5-6 декабря. В этом году, благодаря COVID-19, он будет в усеченном формате. Спасибо, COVID-19. Да, что даешь возможность провести так. Ну и, наверное, надо сказать, что в этом году международность фестиваля будет только в представленных работах в нем. То есть мы понимаем, что, скорее всего, наши участники, которые живут в ближнем зарубежье, ну и тем более в дальнем, вряд ли смогут. Мы не понимаем пока, смогут или нет. Откроют ли границы, не закроют ли вообще все задом. Скорее всего, вряд ли. Ну, у Витя всегда стакан наполовину пуст. А у Никиты наполовину полон, потому что он любит шампанское. Вот, поэтому, если откроют, конечно, я думаю, что некоторые участники приедут. Потому что вот в прошлом году у нас был заявлен мультфильм, который был сделан работником студии Дисней. Ну, то есть это не от студии Дисней был, а просто тот работник. И он приезжал. То есть приезжали очень много из ближнего зарубежья. То есть сейчас мы, так как делаем в высеченном формате, то есть у нас будет шорт-лист примерно из 70 работ. Вообще заявок более 600 поступило. Ну, там есть как бы. И они еще все идут, насколько я понимаю. Они все идут, да. Несмотря на то, что раньше заявлялось вроде бы, что до 15 сентября вы принимаете, но вы продлили. Мы вообще сделали, когда был режим самоизоляции, когда вот весной, да, был вот этот жесткий режим, когда нужно было, рекомендовали сидеть дома. И сейчас как бы рекомендуют. Но тогда мы запустили новую номинацию под названием Home Sketch Battle. То есть много людей сидели дома. Мы решили придумать такую номинацию. Раз вы сидите дома, если любите кино, ну, снимите сериал, либо, может быть, какую-то короткометражную работу на тему, как вы сидите дома. И мы думали, что это как бы, ну, запустили, думали, ну, запустим просто для поддержания какого-то... Боевого духа. Да, боевого духа. А работ повалилось очень много. То есть люди на самом деле нашли... Что стоящее было? Есть, да, есть интересные работы, есть сериалы интересные, то есть короткие, там, по полторы-две минутки серия. И они присылали, есть интересные очень вещи. Я просто здесь хочу добавить, наверное, может быть, сейчас вот те, кто нас слушает в эфире, ну, не представляют, да, что это такое. Вообще фестиваль, там, да, золотой теленок. У нас есть презентационный ролик, он, на самом деле, не очень большой. Его можно, я так понимаю, найти в сети. На ютубе. Обязательно, ну, посмотрите, потому что лица, которые вы увидите в этом ролике, лица, которые принимали участие в тех фильмах, которые присылались нам, это действительно, это очень талантливые, известные, в том числе известные и прям, наверное, там, вообще одни из топовых актеров вообще нашего кино. То есть там и Павел Деревянко, там и Михаил Пореченков, там и, ну, есть много... Леонид Якубович. Да, то есть есть много начинающих актеров, есть много актеров уже... Известных и с именем, да. Есть много уже актеров преклонного возраста. То есть абсолютно для любого категории, как говорится, зрителей там найдется своя короткометражка. Это, ну, мне кажется, вот стоит действительно посмотреть ролик, чтобы вы имели представление, что вообще мы делали в том году, что мы делаем в этом году и что мы будем делать в следующем. Вечно. Так, подождите, все-таки давайте к началу декабря вернемся непосредственно к проведению. Ну, немножко по формату поговорим попозже. Про 70 работ сказал Никита. Да, 70. Все эти 70 работ могут зрители, которые придут на фестиваль, увидеть, правильно? Или нет? Смотрите, на самом деле мы бы хотели, чтобы все эти 70 работ зритель увидел, но мы думаем, будет ли возможность, если нам разрешат, ну, условно говоря, разрешить ситуацию в первую очередь это делать, и здравый смысл, чтобы пускать людей, чтобы они смогли прийти, может быть, в каком-то тоже усеченном формате посмотреть. Но на кинофестивале, да, будет шорт-лист, мы сделаем эти работы, эти работы будут отсматривать жюри, в жюри у нас там тоже довольно интересные люди, которые будут... Сколько у вас человек в жюри? Пять человек в жюри, они уже отсматривают эти работы, потому что, то есть, выбирают шорт-лист из 70, пока мы определили, что 70. Из того, что отсмотрено, мы думаем, что 70 это как бы как раз-таки подходящий усеченный формат. Но, возможно, что-то добавится, а возможно, что-то и убавится. Но, как бы, нерушимая цифра, пока мы думаем, что, ну, где-то около 70 работ. Здесь вот такой момент, мне кажется, у меня просто сейчас возник такой в голове, и, наверное, у многих слушателей, то, что, а почему бы вам тогда не показать эти работы онлайн? Да. Ну, чтобы люди, например, не рисковали, приходя в кинотеатр, не смотрели его на экране, эти 70 работ, покажите их онлайн. Есть один очень нюанс, да, важный. Естественно, каждая работа, она принадлежит определенному автору. Авторские права. Авторы подписывают бумагу на то, чтобы мы могли транслировать это в кинотеатре, но, естественно, как только мы выходим на YouTube, это может быть скопировано, это может быть перезаписано. Ну, здесь вот это... Украдено и так далее. Это уже нюанс, потому что многие работы, которые участвуют, например, в нашем кинофестивале, они также участвуют в десятке других российских кинофестивалей, а некоторые участвуют и в фестивалях международных, то есть в тех фестивалях короткометражек, которые проводятся в других странах. И, естественно, ну, не хотелось бы многим нашим участникам, чтобы эти работы заранее были где-то, фигурировали в сети, и поэтому... Поэтому в онлайн их выкладывать не будет. Да, пока проблематично. Мы думаем, как решить этот вопрос. То есть какие-то фрагменты, нарезки, какие-то кусочки из этих работ мы обязательно в один общий такой трейлер фестиваля включим, но целиком онлайн все работы мы не можем показывать. Да, в таком случае у меня вопрос. То есть я поняла, что жюри-то посмотрит эти 70 работ. А как посмотрят зрители кировские? И что вообще тогда в программе фестиваля, если пока еще мы не можем сказать, получится ли показать все 70? Нет, давайте хотя бы определимся с тем, что ситуация, например, не изменится. Ну да, давайте из лучшего сценария будем сходить. Не будем там пессимистичные сценарии рассматривать. Ну, если ситуация изменится, мы по всем рекомендациям Роспотребнадзора будем пускать в зал, в кинозал. Можно будет садиться там, все будут предписания выполнены, можно будет приходить. Совершенно, я думаю, бесплатно, потому что брать деньги за просмотр мы, наверное, не будем. Видите, я немножечко глаз задергался, но это не так. Да нет, да, то есть, в общем, тот кинотеатр, где мы сейчас планируем это делать, там не один, скажем так, зал. То есть есть возможность... Где вы планируете, скажите? У нас их не так много кинотеатров-то. Итак, давайте пойдем методом исключения. Да нет, я думаю, можно говорить, это будет развлекательный центр «Глобус». Да, то есть, допустим, если большой зал, он будет просмотровый зал для участников и жюри, и для, ну, там, организаторов, для тех, кто, как бы, в общем, непосредственно к этому фестивалю имеет отношение, то два других зала, которые есть там, они будут, скорее всего, открыты для зрителей. Но не в те моменты, когда там будут проходить мастер-классы. То есть у нас еще одной особенностью фестиваля является то, что те гости, которые приезжают в Киров, те наши, ну, скажем так, известные гости лица, актеры, режиссеры, сценаристы, они обязательно дают мастер-классы для наших участников, которые приезжают из разных городов, из разных стран. И вот очень пользовались в прошлом году мастер-классы, в частности, например, Бориса Грачевского. Ну, это, может быть, даже был не столько, я скажу, мастер-класс, это была творческая встреча. Была творческая встреча, да. Но дети, вы знаете, вот мне, как бы, допустим, казалось, что... Борис Грачевский — это Яролаш. Конечно, да. Мне казалось, что дети, вот уже современные, да, ну, как бы, немного не в теме. То есть, да, мы все смотрели Яролаш, мы все там Синичкина, Лисичкина Кипятков, как бы, мы все это у нас на подкорке. На самом деле, мы не могли вместить всех желающих детей в зал, потому что, ну, его размеры не позволяли, но дети... А сейчас тем более не позволяли. Да, дети пришли, и самое удивительное, после этой встречи дети все были в восторге. Я не присутствовал, я не знаю, что там делал Борис, но, как бы, понимаем, да, то есть они вышли в диком просто восторге. Причем он сделал две свои творческие встречи. Одну он сделал с детьми. По-другому со взрослыми. А потом сделал творческую встречу со взрослыми. Которые на Яролаше выросли. Ну да. Да, где показал уже работы свои уже более 18+. Такой резкий переход. Нет, это было просто, когда Никиту объявляли, сказать еще, что Никита имеет непосредственное отношение к КВН и к другим эмоционистическим проектам. Ну, разумеется, да. Ну, я думаю, я вообще даже как-то выпустила из головы, мне казалось, что все это знают. Потому что Никита приходил в этом качестве к нам в студию неоднократно. Ну, смотрите, да, а вообще, в принципе, мастер-классы, если не брать в расчет, что это, по большей части, творческие встречи, чему посвящены, то есть они учат снимать или что там? Ну, здесь, наверное, расскажи про Мистецкого. Я думаю, что это вот будет показательным. Михаил Мистецкий, да, это сценарист. Кстати, напомните, что я не помню. Легенда номер 17. Ну, это чтобы всем было понятно сразу. Легенда номер 17, сценарист. Он давал мастер-класс, например, в прошлый год, как правильно приступить к написанию сценария большого метра. Короткого метра. Чего начать. Да, начать и большого метра. У него там мастер-класс длился часа два, наверное. И вот ему задавали вопросы, он на них отвечал, он прочитал свою лекцию и потом отвечал на вопросы. В этом году мы вообще планируем, так как у нас усеченный формат, и будет два дня, то есть в первый день мы отсмотрим все картины, то есть мы сделаем небольшое открытие кинофестиваля, начнем отсмотр картин, вечером поужинам, и на следующий день у нас будет день мастер-классов и день вручения номинаций. То есть мы планируем, чтобы дни были более насыщенными. В первый день мы сделаем просмотр, а во второй день у нас будет порядка там пяти-шести мастер-классов от людей, которые приедут. Пока мы ожидаем Андрея Бурковского, это актер МХАТа. Мы ожидаем Михаила Башкатова, тоже актер. Мы ожидаем Ольгу Картункову однажды в России, Наталью Медведеву. Возможно, приедет Марина Кравец. Но вот сейчас ведем просто переговоры со многими, кто, так как это декабрь, у нас есть сложности, во-первых, по эпид-ситуации, если они будут сохраняться, и есть сложности, это же пора новогодних корпоративов. И многие уже, так как сидели довольно долго без работы, начинают набирать себе... Думаете, люди там оторваться захотят, да? Я думаю, что... Я даже уверен, наверное, в этом. Ну вот еще, тут даже в копилку мастер-классов темы, да, была очень тоже знаковая, мне кажется, и интересная встреча, наверное, на время мастер-класс с Аллой Суриковой, это... Человек с бульвара Капуцинов. Конечно, это выдающийся наш российский, советский режиссер. «Будьте моим мужем», «Человек с бульвара Капуцинов». То есть очень много кинофильмов с Андреем Мироновым. Была очень потрясающая встреча. Думаю, для участников было ценное это дело. А участники, которые к нам приедут, вот авторы тех самых 70 работ, которые войдут в шортли. Совершенно верно. Да, все правильно. Я понимаю, все. Спасибо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, то есть поставим запятую в рассказе о «Золотом теленке» фестивале короткометражного кино, потому что у нас на связи Ирина Астахова, Ахастахова-поэтесса, которая сегодня в Театре на Спасской в 7 часов вечера встречается со зрителем, так скажем. А вот с чем встречается, сейчас мы у Ирины спросим. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень-очень рада вас слышать. Спасибо большое, что вы нашли возможность приехать в наш город, потому что давненько, конечно, у нас ничего не происходило хорошего. Потому что понятно, что все наши творческие площадки в каком-то режиме сейчас начинают работать, и зритель наконец-то вроде бы немножечко просыпается и понимает, что можно куда-то идти. Ирина, ну ребята вот говорят, что у вас тоже был достаточно большой перерыв между выступлениями. Как входить в рабочий режим? Ну да, на самом деле аналогично. Спасибо большое Кирову, что ждали, меня пригласили, потому что это первый показ моноспектакля за полгода. Да, у меня был один концерт в своем городе, но это было такое летнее мероприятие. И, конечно, я соскучилась именно по театральной сцене, по вот этой атмосфере, ну, собственно, по зрителям, по спектаклю. Так что я тоже очень ждала этой встречи, и я уверена, что она пройдется хорошо. Моноспектакль без грима, мы про него говорим, да? Да, все верно. Ирина, можете немножечко приоткрыть завесу тайны тем, кто, может быть, сейчас раздумывает, да, успеть ухватить билеты последние? Уже, наверное, не успеет, потому что... Уже все распродано? Дело в том, что в связи с теми правилами... Ну да, с ограничением места. Да, в принципе, всегда Киров очень дружелюбно встречал. Я даже помню, однажды у меня было два солдаута подряд в один день, а учитывая, да, что если я за ограничение, то, к счастью, меня сегодня встретит тепло, и все же я немножко расскажу, наверное. Это первый полноценный моноспектакль, которым я шла давно. Я давно хотела именно такую театральную постановку, не просто читать письмик в полноцене, а я всегда мне тянулась именно в театральной игре. И вот в прошлом году я привозила другой спектакль, но он был такой немного, на мой взгляд, сырой. Сейчас мне помог сценарист поставить, мы с музыкантом записали музыку, и, в общем, это будет прям полноценное театральное действие в стихах. Ирина, вот коллеги очень просили задать вопрос. Ссылаются на то, что сейчас многие музыкальные коллективы пишут песни об изоляции коронавируса и всем том, что с ним связано в вашем творчестве за время пандемии. Коронавирус нашел ли какое-то отражение? Ну, я скажу так. Так, я стараюсь все-таки и себя не пугать, и людей. То есть непосредственно вот эти вот пражи я не беру в творчество, чтобы все-таки все равно, надеюсь, пройдет время, и как-то память оставит только хорошую и сотрет. Да, это, я думаю, для многих непростой период. Да, конечно, я пишу о какой-то, скажем, одиночестве в это время, о том, что мы больше ходим за масками, меньше обнимаемся. Но больше я как-то увожу это не в какие-то такие прямые ассоциации, а в образность. Я стараюсь писать так, чтобы, скажем, и через время это было актуально. Все-таки поэзия, мне кажется, такое искусство вечности, ну, по крайней мере, для меня. Я считаю, что поэзия должна быть на все времена, и я выбираю для себя, чтобы мое творчество было все-таки светлым и несло какую-то в себе надежду. А надежда есть, я уверена, что это временно, что это сделает нас чуть сильнее, чуть более ценящими жизнь, обычные вещи, да, обычные встречи, обычная возможность ходить в театр, обняться. Вот, я думаю, что со временем мы будем это так вспоминать. Вот за время пандемии пока не было вот такой активной деятельности в плане куда-то выездов в города. И с кем-то обняться. Возможно, появились какие-то идеи, наметки еще каких-то крупных проектов, спектаклей, сборников, не знаю, еще чего-то. Ну, во-первых, мы записали альбом, когда еще можно было ходить друг к другу в гости, и, собственно, сейчас тоже. С Мисси Мищенко, с композитором, с которым мы знакомы уже 10 лет, и уже писали один альбом. Вот, за время карантина мы его доделали. Вот сейчас скоро планируем выпускать. Это формальные остались моменты. И, собственно, наконец-то, возможно, как раз-таки именно то, что было меньше гастролей и больше времени в своем городе, я, наконец-то, мне пришли руки сделать первую коллекцию одежды. Мы сейчас тоже на финальной стадии. Уже все утвердили, все отправили в производство. Вот ждем, когда ее сделают. И, в общем-то, покажем миру первые вещи. Конечно же, они будут со стихами. Все-таки хочется оставаться собой. Это со стихами, имеете в виду, будут какие-то принты? Да, будут принты со стихами. И пока что первые вещи будут. Такая одежда для дома и для путешествий. Опять же, соответственно, времени хочется делать что-то людям полезное, нужное. Ага. Я еще уточнила просто. Я тут пытаюсь клиниться просто со своим вопросом. У тебя еще две минутки будет. Да-да. А одежда, ну, то есть это что-то просто, ну, простое, вроде футболок, там, еще чего-то. Или прям вот, ну, вот, нигде же не встретишь красивое платье, но с принтом, например, с какими-то стихами, возможно. Вы практически угадываете мои мысли. Конечно, я хочу начать с простого, с понятного. И для себя, несмотря на то, что у меня одно из образований художник по костюму, мне хочется зайти с простой одежды. Да, сначала это будут толстовки и футболки, но все же, я хочу сказать, они будут стильные, лекалы, я продумывала, не знаю, как, ну, в общем, модели, да, и проще, чтобы зритель, слышатель понял меня. Я продумывала сама, это будет такой стильный крой современный, удобный по размерам. Ну, то есть, ну, да, на первый этап это будут простые понятные вещи. И потом, действительно, в новом сезоне, когда к нам вернется тепло, мне хочется сделать такие женственные платья с принтами и много чего еще интересного. Но об этом потом, пока что, первый шаг сделан. Да, я хотела задать вопрос про путешествия. Я знаю, что вы много ведь ездите, да, и вот последний год, наверное, для всех нас это такой, ну, тяжелый в этом смысле год для людей, которые привыкли ездить. Как вы вообще с этим справляетесь? Ну, конечно, местами было непросто, но я, в принципе, человек жизнерадостный. Я стараюсь находить, одна из моих любимых, наверное, правил видеть, одна из любимых, не может быть ситуацией изменить отношение к ней. Я находила плюсы, да, больше видеться с близкими, больше проводить время с собой, да, в чем-то там совершенствоваться по возможности. Вот, но, конечно, без путешествия было скучно, но у меня даже был, пару лет назад была концертная программа «Путешествия вглубь себя». Все-таки их тоже никто не отменял, и побыть внутри себя, больше себя осознать можно и дома, хотя, конечно, не хватает природы, не хватает моря, гор. И вот все-таки, когда нас немного чуть-чуть подраспустили, я, естественно, как заядлый путешественник, успела отправиться в несколько городов, стран каких-то, и чуть-чуть вернуть себе это ощущение свободного путешественника. — Да, Ирина, у меня еще такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, то есть вот вы выступаете на разных площадках, да, в том числе в Кирове, насколько я помню, вы выступали в театре на Спасской, по-моему, в филармонии еще, да? — В филармонии и один раз в областном дворце молодежи. — Разные были по формату и по количеству зрителей площадки. Все-таки вот, на ваш взгляд, поэзия должна звучать в такой камерной обстановке, да, небольшой зал и сцена, может быть, небольшая, или вот стадионы? — Вы знаете, мне кажется, и тот, и другой формат интересный. Конечно, камерность, да, в ней есть своя прелесть прекрасная, да, более душевная, больше контакта с каждым человеком. Все-таки поэзия такой жанр душевный, и вот это вот уют, тепло. Даже вот недавно я ездила в Подмосковье, и мы пошли прогуляться в таком небольшом городе, случайно забрели на каворкинг, в каворкинг, и там был как раз поэтический вечер по совпадению, счастливому случаю. Вот. Сидела, наверное, человек 20, девушка играла на гитаре, молодой человек читала стихи, это было здорово. Но, без лишней скромности скажу, как человеку, у которого были и большие концерты, да, например, в моем городе, Москве, более тысячи человек, в этом тоже есть своя прелесть, потому что все-таки энергия, да, людей, которые тебя любят, любят твое творчество, и тебя вдохновляет. Это получается такой очень мощный обмен, и мне кажется, что в первую очередь более, если кратко ответственный вопрос, зависит от артиста, зависит от его энергии, от его артистизма, да, от того, какой посыл он несет, от того, что он хочет отдать зрителю. Вот. Наверное, и тот, и другой формат прекрасен, просто это абсолютно разные истории. Да, и под настроение можно даже отдать одному человеку, даже под настроение, может быть, та или другая площадка больше подходит. Конечно, абсолютно, да, верно. Кто-то, да, хочет зарядиться именно такой, не толпой, как раз сказать, да, большим количеством людей, вот этим вот ощущением какой-то связи с друг другом, любовью к артисту, а кто-то хочет, да, больше услышать себя, побыть как-то внутри своих чувств, встретиться, да, взглядом с артистом, так сказать, когда это какой-то квартирник, маленький формат, это более, там, возможно, и более интимно получается лично. Спасибо, спасибо, Ирина Астахова, петесса Ахастахова. Сегодня вечером в Театре Наспасской концерт Ирины, моноспектакль без грима, и мы приглашаем, я не знаю, будет ли возможность, конечно, попасть у тех, кто не успел, но вот кто пробует, тому, может быть, и повезет. Согласен. Спасибо вам. Спасибо большое, что лично с нами на связи. Пожалуйста, да, настраивайтесь. Вам до свидания, а мы... На рекламу. На рекламу. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии Дарит, возле Ивана Лапшина, Виктор Огородников, Никита Трунов. Мы говорим сразу о двух мероприятиях. Одно из них концерт, моноспектакль без грима, поэтессы Ахастаховой. Сегодня в Театре Наспасской. Сегодня вечером и второе мероприятие. Это начало декабря. Фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». 70 работ отберут из числа присланных на фестиваль его организаторы. И вот эти 70 лучших работ будут бороться уже прям за самые главные призы. Но мы сейчас вот до перерыва с Ириной Ахастаховой пообщались, да? А в перерыве с Виктором Огородниковым, организатором сегодняшнего концерта, начали говорить, что вообще на самом деле сложно вот сейчас организовывать и собирать артистов, я так понимаю, и зрителей, да? Ну, тут, я бы сказал, даже на грани практически невозможно, потому что, конечно, когда, например, ты рекламируешь спектакль, который, еще раз повторюсь, у нас проходит со всеми нормами, он такой формат пока разрешен, и как бы мы можем его сделать. Ты, с одной стороны, его рекламируешь, а с другой стороны, все СМИ, все интернет, там варианты, вообще все вокруг говорит, что ребята, сидите дома, меньше контактов. Ну, понятно, что очень сложно, это практически невозможно сейчас вообще что-то продавать, это, ну, на грани, знаете, такой. Но мы, в общем, с той задачей, минимум, которую мы себе поставили, несмотря на все, там, да, ограничения, зал, сколько можно зал наполнить, мы, в общем-то, это сделали, но вот пришлось делать стоп, как говорится, потому что, ну, все понятно, все мы все понимаем, и мы тоже, в том числе, здоровьем, там, наших зрителей, и мы, ну, не хотим рисковать, потому что мы наших зрителей любим очень сильно. Работать сложно. Люди сами как-то звонят, интересуются, там, а вы будете там не пускать из масок? Люди интересуются, безусловно, но здесь и мы, как говорится, контролируем этот момент, и театр контролирует этот момент, потому что, ну, не будем забывать, они все-таки площадка принимающая, и мы со своей стороны все, что мы должны, и даже чуть больше мы делаем, ну, и театр тоже со своей стороны готовит максимально площадку, чтобы все это дело прошло безопасно. Но я сейчас, наверное, обращусь к своим, там, партнерам, коллегам-организаторам, друзья, держитесь, крепитесь, действительно, это все сейчас очень непросто. Наверное, 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 надо сделать сейчас просто всем паузу. Вот это будет самый правильный, мне кажется, вариант. Что вы имеете в виду? Паузу в нашей деятельности, в концертной, наверное, надо, ну, потому что, понимаете, вот у меня, например, в частности, там, октябрьские концерты все ушли на 21-й год. Кое-что во второй половине ноября пока осталось, но тут суть даже не в том, что... Не, ну, мы видим, как развивается ситуация, мы понимаем, что может все измениться в любой момент. Даже вот представим, что, например, там, 10-го ноября, условно говоря, сказали, ребята, мы победили, все, можно делать концерты. Понимаете, у меня сейчас динамики продаж нет абсолютно никакой. То есть мне и делать-то их в ноябре, по сути, смысла никакого нет. Ну, я думаю, что многие, наверное, вот солидарны, да, Виктор, с вами, потому что, ну, правда, да, непонятно, как отрасль сейчас будет заново выходить. Просто перекину небольшой мостик к нашему фестивалю, то есть к сравнению, да. То есть в том году это было 200 людей, 200 работ, которые мы сделали в шорт-лист. Сейчас, видите, мы только лишь 30% от этого количества можем себе позволить, потому что и, ну, скажем так, мощности кинозала нам позволят этих людей разместить там безопасно. Безопасно. И вообще, то есть вся ситуация нам, ну, больше как бы уже ни к чему. То есть вот такая история. То есть тоже есть там свои сложности, есть свои трудности. Возможно, допустим, часть мастер-классов, которые будут для участников фестиваля, тех, которые приедут в Киров, они будут проходить, может быть, пока вот такой тоже вариант рассматривается онлайн. То есть эти же, например, актеры, режиссеры, сценаристы, чтобы и их здоровье сберечь, не подвергать, так скажем, опасности. Может быть, они, например, там через какие-то там скайпы, зумы это сделают. О тех, кто приедет, мы уже поговорили, да, на мастер-классы. А темы уже заявлены или еще не определились? Ну, будет пять номинаций. И шестая, вот, Home Sketch Battle, которая есть, она уже все уже нерушимая, ее не убрать. А вот есть пять номинаций, то есть комедия, ужасы, драма, социальная работа, там, социальная реклама. И, как, сколько я назвал? Пять. Ну, и, насколько я понимаю, а, пять, да? То есть, по-моему, было еще что-то про город Киров, по-моему. Ну, да, есть номинация город Киров, город эфиров. То есть тоже в прошлом году было заявлено там порядка шести работ. Артур Брандов взял номинацию за лучшую работу. Вот. В этом году она тоже будет заявлена, но пока что я не в курсе, набирается ли эта номинация в полном объеме. Ну, тоже, понимаете, хочется поддерживать, как говорится, местного производителя, в том числе и производителя короткометражного кино, короткометражных роликов. Именно для наших, с нашими земляков была, собственно, введена эта номинация. А есть в этом прям вот производственная необходимость? Ну, смотрите, мы все-таки... Рынок короткометражного кино в Кирове насколько развит? Нет, ну, я правильно тут оговорился, что не только короткометражное кино, но и ролики. То есть надо понимать, что сейчас вот эта вот граница между там социальным роликом или, например... Потому что многие социальные ролики, как и по всем жанрам, киножанрам, также имеют завязку, имеют сюжет, имеют кульминацию и развязку. И вот несколько уже становится сложно понять, это все-таки короткометражка или это социальный ролик. То есть уберите оттуда титры, и это получится законченная, начатая и законченная история. Поэтому вот в Кирове, да, действительно, около шести работ в том году, по-моему, шести было, было представлено. Конечно, это социальные работы. Наверное, ну, я бы назвал это роликами, я так, собственно, и сказал. Но, может быть, кто-то бы, если бы не знал, что это ролики, назвал бы это короткометражкой. Вполне себе, потому что в других номинациях короткометражки некоторые подобно выглядели. То есть тут сложно сказать вот этот момент. Если вот так пробежаться по номинациям, есть ли какая-то, которая, на ваш взгляд, вот особенно сильна в этом году? Анимационный фильм. Ну вот, это как раз-таки то, что сейчас, если говорить про КВН, даже если говорить, там сейчас в премьер-лиге у Сан Саныча, это сын Александра Васильевича. Так. Вот. У него в лиге играет мультик, команда КВН-мультик, то есть она полностью нарисованная. Они начинали играть у нас здесь, в нашей официальной лиге «Вятка». Как это? Ну, то есть КВНщики на сцену не выходят. Не выходят, просто нарисованы. А КВНщики показывают это все дело нарисованное КВНщики, показывают шутки, скетчи, какие-то визуальные вещи, показывают на экране. Они не выходят на сцену. То есть вместо них, условно говоря, на игру приезжает одна флешка. Давненько я не смотрела КВН. Да, вот все, естественно. Довольно смешно они, потому что они... Их никто не знает в лицо. Это как гориллос на заре карьеры. Это очень похоже. Это вот фишка команды, то есть даже в тех конкурсах, такое было, я не помню в каких лигах, где было обязательно присутствие... Ну, например, разминка, да? Там ведь все-таки обязательно присутствие людей, выходы к микрофону. А лица они там тоже свои не показывали. В общем, они маскировали это определенным образом. Мы знаем, кто это, конечно, поскольку мы внутри этой темы, да? А зритель не знает этих людей, то есть в лицо. И вот они так концептуально подошли к своим выступлениям. Ну, мне вообще кажется, что последние 2-3 года анимация вообще переживает какой-то очередной виток. Для своего развития. Вторая номинация, которая, на мой взгляд, тоже будет крутой, это веб-сериал. То, что сейчас все мы в этой маленькой коробочке, у нас все мы там. Мы там смотрим и кино, и сериалы, и все, что угодно. То есть я думаю, что веб-сериал коротенький тоже будет очень популярен. Есть интересная работа, интереснейшая там серия, я говорю, по полторы-две минуты. И хочется смотреть дальше, хочется, чтобы ребята дальше снимали. Хоть они и сняты, скажем так, на коленке, без привлечения какого-то профессионального оборудования, без каких-то спецэффектов, без какой-то графики. То есть не супер-мега-бюджет. Да, я даже сказал бы супер-мега-не-бюджет. Но смотреть интересно, потому что история интересная. И характер героев раскрывается интересно, и сама история интересная. А в прошлом году были веб-сериалы? Нет, в прошлом году веб-сериалов не было. А мне кажется, знаете, дело в том, что я сейчас так отыграю шарик пинг-понга Даши назад. Как анимация сейчас переживает бунт, так есть. Вот как раз сериальная история, потому что мы видим, что полный метр сейчас все смещается, все премьеры смещаются, ну, все мощные премьеры на 21-й год. Качественное кино, откровенно говоря, выходит, ну, правда, сейчас на экраны кинотеатров редко, потому что мы понимаем, что кино сейчас неразрывно связано с экономикой, то есть никто не хочет провалиться в прокате. И сейчас просто в полную силу, естественно, вошли сериалы. То есть как часовые сериалы, как 40-минутные, 30-20 и вот эти... Как кратышки совсем. И кратыши, да. То есть сейчас просто, мне кажется, поле для сериалов максимально. Плюс, конечно, все стриминговые платформы, которые это продвигают, и, собственно, сейчас продвигаются и сами продвигаются как стриминги, это тоже способствует, безусловно, этому. И, наверное, без преувеличения, можно сказать, что ближайшее будущее, наверное, все-таки за этим. Да, ну, я надеюсь, что кино, театр, телевидение и все остальное не отомрет. Ну, оно будет вечно. В этой связи, в связи с тем, что сериалы все-таки развиваются. Минутка у нас буквально остается. Давайте еще раз пробежимся по датам, по месту и, наверное, возрастного ограничения. Конечно, конечно. Кинофестиваль «Золотой теленок», международный кинофестиваль короткометражного кино, пройдет с 5-6 декабря в городе Киров. Ограничение 12+. Я думаю, что будут категории, если, может быть, что-то у нас поменяется, мы об этом объявим на сайте. Ну, там, я так понимаю, что на каждой, наверное, площадке, да, если что-то будет, то... Будет дополнительная информация. Будет ограничение указано. Всю информацию можно будет прочитать об этом фестивале, который будет в этом году, на ztfest.ru на сайте. Тут есть... zt, золотой теленок, fest.ru. Ztfest. Ну, и сегодня в 19.00 в Театре Наспаской состоится премьера для нашего города. Мы на спектакле замечательной поэтессы Аха Стахова, которая называется «Без грима». Я не могу обещать, что у наших слушателей будет возможность туда попасть, но кто не рискует, тот не пьет любимый напиток Никиты Трунова. А кто рискует, тот молодец. На этом сворачиваемся. Виктор Огородников, Никита Трунов, Анна Лапшина, Дарья Туфузлиева. Прощаемся. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok